Так, ну что, всем не хао, чао, какао. Что-то я сегодня такая строгая. Музычку, что ли, принести, даже не знаю. Где iPad? Чёрт его знает. Лишь на несколько... Ты не остался, ни другом, ни мужем. Ты не знаешь, что у меня такое прибивающее настроение. На самом деле, прибиваючего ничего нет, потому что это дома полный трэш. Просто полнейший. Блин, мне должны сейчас замерить на днях приехать, замерить шкаф-купе. Что ещё должны сделать? Замерить барную стойку. Я начала собирать вещи, типа, ну, и пока я только всё разложила, выложила, но ещё ничего не собрала. Это просто трэш какой-то, я не знаю. Сегодня я не буду, наверное, этим уже заморачиваться, или, может, попозже, но вообще завтра у меня последний день, потому что послезавтра уже должны привезти диван. И в зависимости от дивана, мне надо всё отсюда убрать, чтобы было пусто. И мне нужно... Просто диван огромный какой-то заказала я, и мне нужно понимать, где у него будет конец. Я так понимаю, что он что-то 2,78, ну, какой-то он... Или я что-то путаю, я, короче, не знаю. И я когда заказывала, я много не думала. И мне сказали размеры, то есть я угловой точно замерила размер, а вот длину... Ну, у меня много места в длину, до хрена, но просто тогда барная стойка у меня может не поместиться. Поэтому мне нужно понимать, где он закончится, чтобы нормальную барную стойку привезли. Так, сзади Москва-Сити. Правильно, да, это Москва-Сити, вот. Мешно, несколько... Почему редко стала выходить? Кстати, да, вот реально редко. Вот видите, несколько дней не заходила, офигак, и уже людей мало заходит в прямой эфир. Не знаю почему, что-то в последнее время была какая-то забеги, что ли, особо никуда не ходила. У меня бывает такой период, когда я вот, знаете, вот вообще лежу как тюлен, ни с кем не общаюсь, никогда не хожу, ни с кем не разговариваю. Такое вот прям 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 про рождение в одиночестве. А у меня сегодня день рождения. Желаю всем связи, всем в связи с этим событием хорошего настроения. Валерия, мы тебя... Хотела сказать Валерочка. Валерия, мы тебя поздравляем с днём рождения. Желаю тебе море денег, успеха, здоровья и счастья. Всё. Это, мне кажется, самое главное. Это я всегда говорю это. Вот лично мне я хочу, чтобы мне всегда желали только удачу, потому что если ты удачливый человек, то тебе удача способствует вообще всему. И в личной жизни, и в работе, и со здоровьем, и там, знаете, в рубахе родился, как говорят. Поэтому всё это зависит от удачи, на мой взгляд. Так, когда результат конкурса? Результат конкурса сегодня будет. Я просто жду, когда мой любименький приедет с массажа. Вот. И мне нужен второй телефон, чтобы... Я буду выбирать победителя на куртку рандомно. Но обязательно выполните все условия. Там они написаны в этом, на фотке. Так, когда результат конкурса? Сегодня у нас будет сегодня. Сейчас жду второй телефон, потому что я бы на iPad это сделала, но мне iPad-бетя разбила очень сильно. И там особо плохо видно. Так что придётся открывать... Мне придётся сейчас ждать второй телефон, чтобы я хорошо растила. Ты не остался, ни другом не можем. Там-пам-пам-пам-пам-пам. Тан-та-тан-тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, а кто ваш любимый? Мой любимый... Как это? Человечек. Человечек. 32 годика. Голубые глаза. Что ещё сказать? Тата, сегодня у мамы был эфир. Ты видела, какая она красавица? Нет, кстати, не смотрелась сегодня мамочки на эфир. От чего зависит богатство и удача? Слушайте, такой риторический вопрос. Сложный достаточно. От чего зависит... Блин, не знаю, если бы я знала. От желаний, в первую очередь, очень много сильно зависит от желаний. Вот знаете, есть люди, которые говорят, да, как можно, 33, да я бы там на 33. Потому что у всех людей разный менталитет, разные города, разные абсолютно понятия о жизни в каком-либо городе. То есть я даже помню, когда у меня были эфиры, слушайте, у нас у всех есть айфоны, в этом нет ничего такого невероятного, там чего-то сверхъестественного. Я помню, много лет назад, ну как много, ну, еще седьмой айфон выходил, только-только вышел этот айфон седьмой, это вообще было куча времени назад. И я, Валерия, говорю, типа, хочу этот телефон. И мне, значит, пишет подписчица, ты, тварь, конченая, да ты за тысячу долларов, или сколько там он, я не знаю, сколько он тогда стоил. По-старому курсу, наверное, тысячу долларов. Типа, ты, тварь, ты хочешь за косарь долларов себе мобильно, да я бы на косаре, я бы там то сделала, это сделала. Ну, короче, ну, понимаешь, мировоззрение абсолютно разное у людей, все-таки все зависит, вот весь край, он вот здесь в башке. То есть если человек себе даже не может допустить телефон за тысячу долларов, он у него никогда в жизни не появится. А если она телефон не может допустить, то она никогда в жизни не допустит себе крутую тачку, какой-то дом мечты, или там еще что-то. Даже когда я о чем-то мечтаю, например, вот у меня есть реальная мечта, несколько мечт, так скажем, у меня есть мечта. Я очень хочу построить огромный панорамный дом, прям огромный, там, с шикарным вот залом, чтобы все было панорамно, я лежала, смотрела на все времена годы, на осень, на зиму, на лето. Это так красиво, на мой взгляд. Крутой там бар, чтобы у меня был, мечтаю, значит, об этом, мечтаю о лимонной плантации, это тоже моя мечта, желательно, конечно, в Италии, а не в Абхазии. Вот, где-нибудь в Тоскане. И еще я мечтаю апартаменты, форсизанс гостиницы, чтобы у меня были свои, я просто очень люблю гостиницы, и мечтала бы там всю жизнь жить. Я бы хотела, чтобы у меня были там апартаменты когда-нибудь в этой жизни. И, конечно, подарить бы эту семью. Вот четыре такие мои большие мечты. И как-то я об этом рассказывала, мне женщина написала, типа, ага, мечтать не вредно. Так у меня ничего даже близко, похоже, к этому не появится, если я даже о таком мечтать не буду. То есть все равно мы привлекаем, допустим, ты хочешь там купить, я не знаю, какие-то сапоги, ты знаешь, в каком они магазине лежат, ты идешь, то есть ты такой фигак, у тебя уже, ты понимаешь, что тебе нужно делать, куда тебе нужно пойти, чтобы достать эти сапоги. Поэтому желание, это очень тоже важно, понимать, вот что ты хочешь, чтобы тебя немножко, может быть, этого не получишь, но хотя бы окажешься рядом. Я не знаю, как правильно это объяснить, если вы меня поняли, что я имею в виду. Вот, поэтому нужно, это называется измерение, то есть ты сам себе выбираешь измерение, в котором ты хочешь находиться. Наше измерение зависит от того, где мы выросли, чем мы, грубо говоря, что в нас питали. Но если какой-то человек из этого измерения, из зоны комфорта своего, куда-то фигак, и другие дебри себя кидает, там точно такая же жизнь, просто уровень жизни немножко разный. По сути, игра та же самая. Так, скажи, ты считаешь, Алена поменяла за полгода пять мужиков, это нормально? Слушайте, я, честно говоря, я не, у меня, мне вообще без разницы, я никогда не считаю, у кого сколько, когда было половых партнеров, то есть есть люди, которые могут жить без секса. Например, я могу спокойно жить без секса. У меня, например, с января, не знаю, зачем я это сейчас говорю, ну ладно, с января мы просто всеми девчонками праздновали. У меня, когда мы отмечали годовщину два года в Лас-Вегасе, мы тогда сильно поругались. Вот, и получается, что с января месяца по июль у меня вообще ничего ни с кем не было, вообще. Да, до по июль, просто мы познакомились в июле с моим любименьким, уже потом. Ну, как бы, и мне жилось, ну, в принципе, нормально, ну, у меня нет такого, у меня нет зависимости от секса. Есть люди, которые любят, которые, ну, не все любят секс, наверное, ну, как это объяснить? Ну, есть когда зависимый человек от этого. Вот, как-то так, я не знаю, поэтому я никогда никого не сужу, это лично, тем более она молода, она пробует, она пытается. Там, это я уже тетка, 27-летняя, 28-летняя скоробода, ей только сколько, там, 22 года или что-то, ну, методом проб, ошибок, ну, не получается у нее. Может, сама не знает, чего хочет, может, просто ей пока так нравится. Поэтому я считаю, что это личное дело, на самом деле, каждого, кто, как и с кем спит. Это, знаете, из серии, допустим, если взять, там, есть люди, там, которые любят ноги нюхать, есть, которые любят, когда их бьют, БДСМщики. Кто там еще есть? Ну, их много же таких странных людей. Сейчас, кто еще есть, сейчас скажу. Блин, кто еще есть, скажите, я не знаю. Ну, короче, у всех какие-то разные свои сексуальные предпочтения в постели, правильно? И как вам сказать, допустим, ну, вот мне нравится, а есть свингеры вообще, Гуголь, представляете, свингеры. Ну, кого только нету в этой жизни. Поэтому их так много разных, и, как бы, осуждать человека за то, что ему там нравится что-то в постели, но это не мое дело, это вообще, как бы, у зоофилы, вот, тем более, ну, пипец. Фу, блин, зачем вы это начали об этом говорить? То есть мы об этом, ну, как бы, не знаем, а вокруг нас таких людей, на самом деле, немало. Я тут недавно узнала про одного своего знакомого, что, оказывается, они с женой свингеры. А с виду приличные, ну, это же не меняет их образ жизни. Они очень приличные люди, очень обеспеченные, ну, как бы, ну, интересные, очень образованные. То есть они интересные и прикольные. Но у них, оказывается, есть вот такая вот байда. И мы половину, что происходит у наших знакомых за пределами, да, там, мы не знаем. Поэтому как можно кого-то обвинить, обвинять и говорить, что там, там, можно ли, там, 5-10 мужиков поменять? Ну, у всех свои сексуальные предпочтения. Мы не можем из-за этого на людей обижаться. А моральные, в принципе, у каждого норма понятия нормально и ненормально, она своя. Вот, допустим, смотри, для тебя ненормально, что она поменяла 5 мужиков, там, за полгода. А для других религий и для других, например, для другого менталитета, то, что у тебя вообще был кто-то помимо одного мужика, это тоже ненормально. Значит, ты уже шлюха кончена. То есть где эта градация? 5 мужиков или больше одного, понимаете, о чём я говорю? То есть градации, по сути, нет. Для кого-то, и если у тебя будет 2-2 мужчин за 10 лет, ты тоже всё равно будешь шлюхой, потому что кроме мужа у тебя никого не должно быть. То есть, ну, вот, как-то так. Ну, мне так кажется. Так, как думаешь, закроют ли Москву на карантин? Вы знаете, я честно не знаю, но мне очень бы хотелось, чтобы нет. Чтобы нет, но подходы всё к этому подходят, поэтому не знаю. Так, это ладно, маму Африкантовой что творит? Не знаю, даже не смотрела. Так ты тоже грузинка, у тебя должен быть один. У меня ничего не должно быть. Сам человек себе выбирает, что у него должно быть в этой жизни. Если у тебя должно быть так, это твои личные предпочтения и твоё личное суждение жизни вообще. Ой, Мишенька, привет! Так, скорее всего, закроют. Вторая волна уже началась. У нас в городе уже администрация закрылась. Садики у ребёнка. Нашли корону. Не знаю, ребят, как, что будет. Поэтому я, к сожалению, в Госдуме не работаю. Хотя очень бы хотелось. Вот, ну, поэтому не знаю. Ой, Олечка, привет, моя хорошая. Привет из 4 часа, привет. Так что вот такие вот дела. Где розыгрыш? Розыгрыш и куртки будет сегодня. Я жду просто второй телефон, мне нужен. У меня на iPad разбился экран, и я не смогу... Я хочу просто рандомно выбирать в комментариях пальчиком. Вот, поэтому... Всех волнует карантинный вопрос. Ну, не знаю, как будет. Ну, наверное, я, честно говоря, не хочу, чтобы он был, но в глубине души чувствую, что он будет. Хотя нет, наверное, я вру. Просто все мне так настроили, что он будет, но я не верю, что он будет. Но, в принципе, по жизни я дама наивная, позитивная, поэтому... Блин, единственное, карантин вообще неплохая вещь. Единственное, что с бизнесом жопа. А так-то... А так, знаете, надо искать плюсы. Например, что хорошего в карантине? Это просто у меня так получилось, что у меня вся семья по всему миру раскидана. И даже не в одной стране мы все живем. Но время карантина, оно очень даже прикольное тем, что это реальное время, когда ты можешь провести его со своими родными и близкими. Когда ты еще это можешь сделать? Вот прям вот так вот, чтобы отдохнуть всем вместе, познакомиться друг с другом. Потому что все равно там тети, дяди, не знаю, внуки, правнуки куда-то уезжают. Все свои дела у родителей. Все живут своей жизнью в обычном режиме. А тут как бы тот период, когда нужно всем познакомиться хорошо. Так, квартирный вопрос, а не карантинный. А, квартирный? А что его интересовать? Я, в принципе, ничего не люблю рассказывать уже давным-давно. Ни про свою особую личную жизнь, ни про машину. Только когда разбилась, рассказала. Ни про жилье. Я давным-давно для себя поняла, что люди никогда ничему не радуются. Поэтому, поэтому, что, живу обычно. Лишь на несколько ум, ты не остался другом, не можем. Тата, ты сейчас на маму похожа. Ну, конечно, я же мамину дочка. Так, будешь Бетти на кружке отдавать? Слушайте, Бетти моя, как можно ее только сейчас думать, отдавать на кружке? Моему ребенку уже три с половиной года. Она давным-давно уходит на кружке. Она ходит на гимнастику. Она ходит на гончарное мастерство. И также, естественно, ходит в садик. Поэтому, я думаю, что три с половиной года поздновато отдавать ребенка на какие-то эти... Она давным-давно уже ходит, занимается, ей все нравится. Но единственное, что сейчас, как говорить, начнет нормально, я ее хочу в музыку отдать. На музыку, точнее. Она очень любит музыку. Так, общайтесь с Валерой. Нет, мы с Валерой вообще не общаемся. Но я видела, мне люди скидывают сторисы, где он рассказывает, что мое отношение к ребенку никак не повлияет. И вообще, я буду с ней всегда видеться. И такой там великий папаня, что можно с ума сойти. Ну, конечно, человек даже ни разу не позвонил своему ребенку. О чем мы тут говорим? Вот эти вот инстаграмные невероятные басни. Знаете, человек, который беспокоится о своем ребенке, он его знает, он его любит, он его обожает, он его боготворит. Он делает все для того, чтобы у этого маленького человека в жизни все было хорошо. Интересуется, поел ли он, тепло ли он одет, спит, где ему... Ну, то есть, какие-то такие элементарные... Ну, как родительское сердце, да, переживает? Всегда. Таких чувств у человека этого нету. Есть только вот все в плане интернет, рассказать, что его отношение к Бетте не поменяется. Ну, конечно, не поменяется, у него нет никакого отношения к Бетте. Он ей никогда не звонит, ни по видеосвязи, никогда, ничего. Тысячу раз ему это объясняли, тысячу раз ему это говорили, что это важно для ребенка. Но человеку плевать. Я как бы бегать больше не хочу, ни за кем. Сказала, что типа ребенка больше там давать не буду. Ну, это глупо, потому что на самом деле, если я не буду давать ребенка, то тут начнется игра, что он великий папаник, которому нужно увидеть ребенка. Поэтому, естественно, пускай приходит, когда хочет, когда ему там надо, допустим. Ну, это, например, никогда. Вот, поэтому как-то так. Мужчины с другой планеты, нет материнского инстинкта. Я не знаю, это только у долбоебов нет материнского инстинкта, точнее, не материнского отцовства, а отцовского. Я сейчас никого про конкретно, ни про кого не говорю. Я же не отвечаю за инстинкты другого человека. По крайней мере, в моей жизни есть много примеров людей, которые в разводе. И отцы очень любят своих детей, очень переживают. И все, 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 как бы делаю для своих детей. Потому что дети никак не относятся к... Причем здесь дети вообще, ну, бред какой-то. Вот, как-то так. А сами общайтесь? Нет, я вообще с ними не общаюсь. И общаться с ними, я, честно говоря, тоже особого желания не имею. Мой дом, в принципе, для этих людей закрыт. Вот, и поэтому... Ты когда рожала? Ему нет, каждый рожает сначала для себя. Ты же можешь успокоиться, забыть его. Слушайте, вот эти, пожалуйста, вот эти бабы, которые что-то себе придумали, что они рожают для себя, блядь. Понятное дело, что каждый человек рожает для себя. Не для патни, я не суррогатная мать, я для кошки Машки не рожала. И для дяди Васи. Понятное дело, что я рожаю для себя, для своей семьи я рожаю, для своей семьи. Для себя. И когда вот вы, женщины, тупоголовые, которые все время говорят, женщина рожает, у мужчины ничего просить не надо. И поэтому на сегодняшний день у нас в России такая обстановка, что стоит 45 хачей, блядь, и 35 красивых, точнее, 4 хача каких-то страшных, и стоит 35 красивых тёлок, которые там пытаются как-то перед ними там извиваться, лишь бы на них обратили внимание. Ну, конечно, а зачем? Проституток жалко, потому что проститутки работу, блядь, потеряли. Раньше хоть работать могли, а сейчас каждая вторая дает бесплатно. И при этом ей от мужчины ничего не надо. Ничего не надо. То есть давайте будем делать так, чтобы люди не несли никакой ответственности. Что ты за бред несёшь? Я что, его родила, блядь, я теперь не знаю, кому ему скинуть? Что за бред? Я люблю своего ребёнка, для своего ребёнка всё делаю. Ну, как бы, отец-то живой, не мёртвый вроде. Либо тогда должен сказать, я с вами общаться не хочу, то я бы всё, человек же строит, что он хочет общаться. Поэтому меня так убивают вот эти женщины, которые такого рассуждения вообще. Это просто вот, сиди, я сам открою, блядь. Я в шоке вообще. Девочки, ну правда, ну что с вами? Ну не со всеми. Да мне не нужны эти элементы, ребят, дело не в элементах. Элементы он так и так платит всегда исправно, когда он находится на проекте. Сейчас я не знаю, но дело не в элементах. Дело в том, что ребёнок ищет папу. И мне как бы надо сделать, чтобы вообще как бы отрезать. То есть я говорю там, ой, папа тебя любит, он потом приедёт. Ну, то есть какие-то сказки. Человек всё время в ожидании ребёнок. Либо мне как бы, ну вообще, ну, ничего не, ну, как бы, просто, знаешь, он там что-то говорит, папа поискать и делать всё, что угодно, лишь бы там не обращать внимания на это слово. Ну, я ещё поговорю, конечно, с психологом, как это правильно сделать. Ну, а так, ну реально, бабоньки мои любименькие, пожалуйста, не портите жизнь нам, женщинам. Вот такие женщины, они портят нам другим нормальным жизнь. Умничка, красавица, спасибо, Таточка, что посоветовала фен-расчёску. Она супер, блин, я очень рада, правда. Это я сама для меня, это тоже вот, я до сих пор помню, кто меня научил, приучил меня вообще к фен-расчёске. Это девочка Веро её зовут, я с ней не общаюсь, но она меня научила вот этой фен-расчёске ещё очень давно. Так, почему не меняешь фамилию Валеры? Слушайте, потому что у меня, помимо ребёнка и котёнка, есть ещё много всего остального, что мне придётся менять документально, и я не очень сильно хочу заморачиваться этим языком. Ой, этим языком говорю, этим делом, точнее, этой фамилией. Я выйду замуж и... Так, мне 35, я своего отца видела пару раз. Не общаемся, видимо, родственник Валера. Не, вы знаете, какая ситуация? Я сейчас на своём примере расскажу, что я недавно для себя поняла. Причём это было вот прямо вот там буквально вчера-позавчера. Я... Меня, ну, много до 11 лет воспитывал мой папа. Я его очень сильно любила, благотворила, там... Всё я ему рассказывала. Вот, ну, это была вот моя подушина, моя подружка. Ну, вот, всё про. И так получилось, что, когда мои родители развелись, папа обо мне особо не вспоминал. Ну, то есть вообще не вспоминал. Очень редко там я всегда звонила и просила вот какой-то любви. Я говорю, почему ты мне не звонишь, почему ты мне с днём рождения не поздравляешь? Мне так было обидно, потому что человек, который меня взрастил, понимаете, который был моей лучшей там подругой, так скажем. И я так всегда этого хотела. Я ему звонила. Я говорю, пап, ну, почему ты со мной не общаешься? Ну, пап, ну, почему ты мне не звонишь? Ну, пап, ну, пап, ну, пап. Ну, пап, я это делала, наверное, лет до 25. Вот честно скажу. Лет до 25 я это делала. И вот даже там ещё год назад, два года назад. Я говорю, пап, ну, почему ты... Ну, спроси, как у меня дела? Ну, тебе что, неинтересно? Я вот так прям умоляла взрослая девочка. Он говорит, ну, да, да, конечно, интересно. Сам ни хера не делала, понятное дело. И вот прошло сейчас сколько? Прошло не так много лет, ну, как с последнего там моих, с последних вот этих моих выкрутасов в нужде моей. Прошло вот сейчас вот, когда он мне вчера... У меня последнее время очень часто звонит, я не хочу с ним общаться. Не потому, что я его не люблю, или потому, что у меня на него обида. Я хотела психотерапевту, я отпустила все свои обиды на своего отца. Правда, честно. У меня нет к нему обиды. Но у меня и любви больше нет. Любовь есть, надобности больше нет. Вот, то есть, и сейчас, когда он мне звонит, вот даже вчера, я говорю, ну, там что-то делала, я была в магазине, я говорю, слушай, я сейчас занята, ну, что-то там рассказала, я говорю, я сейчас занята, я говорю, я тебе потом позвоню. Понимаете, да? И вот жизнь такая штука, что нужно всё делать вовремя, общаться нужно вовремя. Мы любим тех, с кем мы общаемся каждый день, с кем мы поддерживаемся, с кого мы видим, кого мы трогаем, кого мы чувствуем. Если этого всего нет на протяжении многих лет, это потом в какой-то период не нужно. И вот сегодня мне, я уже сегодня сама мама, мне 27 лет, когда мне нужна была помощь, когда мне нужна была любовь к моему отцу, ему она не нужна была. А мне нужна была, будучи ребёнком, мне это было больно, будучи подростком, мне это было больно, будучи девчонкой, да, там уже постарше, там до 25 лет, конечно, мне этого хотелось. а сейчас нет. И, конечно, я понимаю, что если что-то случится в этой жизни с ним, по-любому когда-то, ну, возраст он дойдет, конечно, мне будет это больно, очень больно, и, может быть, я буду себя во всем винить, но это нормально, потому что это одна из стадий после какой-то трагичной ситуации. Ну, нет у меня этого. Я не хочу влечь к нему под бочок, когда-то обнять его, сказать, папочка, пожалей меня, или папочка, там не такое случилось, папочка, помоги, или там, папочка, чем тебе помочь? Нету, нету. Все. Знаете, как говорят, прошла любовь, завяли помидоры. Было время, когда это нужно было, и долго, много лет. Сейчас это мне больше не нужно, потому что я сама уже стала мамой. Когда-то мне возникло... Я столько лет жила с невралгией, вы не поверите, очень много лет, я жила вот здесь с невралгией, я не могла вообще дышать, мне было так плохо, особенно у меня вот эти панические атаки начались после развода, и мне кажется, вообще, в принципе, если я предателя выбирала, наверное, наподобие своего отца, я не знаю. И когда я пошла к психотерапевту, я помню, что я села вот так вот и думаю, блин, думаю, что же я буду говорить-то? Я даже не знала, зачем я пришла, что сказать, как вообще... И у меня началось задавать какие-то вопросы такие наводящие, я на них начала отвечать. И так получилось, что я всё рассказывала про своего папу, вот всё вообще, вот всё про папу. То есть там момент, когда он хотел повеситься, мне было это очень больно, потому что мне было 11 лет, и мне казалось, как, или там 10 с половиной, и я вот так вот поймала его на петле, и мне казалось, думаю, как, как... Видимо, так как стресс остался, мне было больно осознавать даже в какой-то степени, что понимая, что я живу без... Ну, на тот момент моя мама уехала строить всю жизнь в Китай, чтобы меня потом забрать. И как это было стрёмно, как это... Насколько надо быть эгоистом, да, чтобы понимая, оставить 10-летнюю девочку вот одну наедине с трупом, которая будет висеть там. Это очень стрёмно, так нельзя делать. И, конечно, много лет, и вот потом, когда я уже... Мне мама забрала, у папы там была своя жизнь, мне мама забрала, всё. Я этот момент смогла пережить нормально. И потом мы перестали так особо общаться, и, конечно, это очень эгоистично оставлять маленького ребёнка. Вот так, это очень стрёмно. Это нельзя так делать. Я вот сейчас вспоминаю, прикиньте, да, вот так. То есть я бы вот, если бы я его живого не успела там поймать, я бы вот так зашла бы и увидела его мёртвого, а я одна, а мне 10 лет. Я считаю, что это край эгоизма. Это эгоизм, это получается нелюбовь к своему ребёнку. Не может нормальный человек, любящий родитель, любящий родитель, оставить своего ребёнка маленького одного. Понимаю, что нету там рядом мамы. И она вообще не находится даже в этой стране. Поэтому как-то так. И сейчас, конечно, нет, мне было много лет больно, сейчас мне круто. Сейчас у меня нет никаких переживаний. И, к сожалению, когда он мне сейчас начал звонить, вот даже вчера я ему говорю, он мне позвонил в магазине, я говорю, слушай, раньше бы я, блин, бежала бы, всё бы, что-то пыталась бы рассказать. Ну, я говорю, слушай, сейчас немножко, говорю, занято. Я говорю, у меня, ну, нет, типа, на это время. Я говорю, я тебе потом перезвоню. И, конечно, никому не перезвонила. Кому я позвонила, никому я не перезвонила. Вот такая вот история небольшая в моей жизни. Да, папа у меня очень хороший. Он прикольный, добрый, он красивый очень. Всегда мы и одноклассницы, всегда по нему сходили с ума, говорили, боже, какой он красивый. Я думала, господи, фу, ну, как такое можно сказать? Ну, то, что твой отец, ты же не можешь, ну, я не вижу в нём какой-либо красоты. Это, ну, папа и папа, типа. Так, Валера через пять дней сказал, приедет к Бете. Ну, я его поздравляю. Вот так вот. Держись. А что держаться так, господи? Что держаться? У меня всё, у меня тв, 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 я, у меня всё тв, 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 нормально. Всё равно, как ни крути. Я себя сделала всё равно сама. Я никого... Ну... Поэтому я всегда требую так много от Валеры. Вот люди там говорят, ой, это потому, что ты его не отпустила, там, или ещё какой-то бред. Ну, я вас умоляю. Я очень, наоборот, счастлива, клянусь. Боженька, спасибо тебе огромное, что этот брак развалился. Всегда мне было страшно, что, блин, как страшно там терять семью. Да я не потеряла семью. Я приобрела спокойствие и счастье в своей жизни, потому что жизнь с ним — это не жизнь. Это утопия, куда ты себя просто должен загнать, вот-вот просто туда, вот-вот-вот, в чмошнике. Я без него живу в тысячу раз лучше. Во всех смыслах. Начиная от морального, заканчивая финансовым. Хотела сейчас добавить духовным. Ну, во всех аспектах. И просто единственное, почему я требую этого, потому что я знаю, что Валера сам рос без отца. Он своего отца знать не знает. И вместо того, чтобы доказать жизни, сделать всё наоборот, да, вот не быть таким, как его отец. Хотя я уверена, что ему тоже в жизни наверняка не хватало своего папы. И, конечно, он хотел бы отцовской любви. Но он этого не получил, и он не знает, как это делать. А я хочу его не то, чтобы научить, но вот как-то, я не знаю, пытаюсь ему донести, что, ну, как бы, блин, ну, это важно. Это важно, потому что это в дальнейшем восприятие Бетти, Бетти, к женщине, вот вообще к мужчинам. Вообще, ну, в целом, как бы, каких, кого она будет выбирать. При этом одни разговоры про Валеру. Слушайте, ну, давайте, мы тоже не вчера родились. Вы в моём инстаграме почему? Потому что я где была? Потому что я была на доме 2. Я чьей женой была? Валера Блюменкранц. Вам что интересно? Что я сейчас пойду там грядку наполола? Или пошла сейчас, купила себе новый батончик баунти? Или там себе заказала новый шкаф-купе? Не, ну, это вам интересно. Это же денежный вопрос, понятное дело. Но вообще, в целом. Вам всегда интересно то, что связано с домом 2. Это единственное, что связано с домом 2. Поэтому мне сказки, вот эти вот басни свои, не рассказывайте. Мне просто бывает, когда люди начинают вот этот вот... Ой, весь эфир, блядь, по вольерам. Ну, давайте я про Костю буду рассказывать. Костю знаешь? Доказывать, отпустила, не отпустила. Ну, это мне даже смешно, блядь. Чего я не отпустила? Кого я не отпустила? Ну, как может... Ну, ладно, даже не хочу спорить, потому что... Ну, это глупо спорить вот за такой собачий бред, блядь. Не отпустить, блядь, человека, который в жизни ничего вообще не представляет из себя, блядь. Вообще ничего. Как муж хуйня, блядь. Как отец хуйня, как все хуйня. Что я не отпустила, я не могу понять. Вы что несете-то? Тоже мне... Как что скажете иногда? Меня прямо, блядь, убивают вообще. Так хочу сидеть и ночами ждать мужа с караоке, давать ему деньги утром. Ну, это мечта, блядь, просто моя. Я же так была... Слушайте, я себя люблю счастливой, а не чмом себя конченным люблю. Вот у меня жизнь, образ жизни конченного чма меня не очень устраивает. Где мне нужно тянуть, блядь, всю семью. Еще охряка вот такого огромного. Я могу и ребенка своего покормить, извините меня. И второго родить мне легче будет, и дешевле. Не да-да, мужики такие, не согласны. Я люблю мужчин. У меня вообще нет. У меня есть одна подруга, которая всегда называет мужиков там козлами, пидорасами и так далее и тому подобное. Я не согласна. Продолжение следует...